МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль военных песен «Эхо-подвига» прошел в Лопатинской школе. Мы считаем, что это важное событие именно в каком-то патриотическом воспитании подрастающего покорения. 15 мая общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» исполняется 155 лет. Эта организация спасает миллионы жизней по всему миру и первой приходит на помощь людям, переживающим тяжелые времена. Накануне юбилейной даты местным отделением Красного Креста была организована акция по сдаче донорской крови. Ее участниками стали сотрудники ВНИИ ГАЗа. Сотрудники ВНИИ ГАЗа уже много лет активно участвуют в донорских днях. И сегодня в пункт переливания крови, который разместился в здании колледжа Московия, пришло более 50 человек. Спасибо большое администрации, руководству колледжа, что разрешили нам эту донорскую акцию провести. В наше лечебное учреждение и сейчас кровь нужна в госпитале. Валерия Чураева уже несколько лет участвует в акциях сдачи крови, но в почетные доноры не стремится. Почетный донор, конечно, это приятно, наверное, как заслуга именно, потому что так сделано много. Поэтому нет, такой задачи нет, но дело очень могородное и хорошее. И таких, как Валерия, множество. Помочь людям – вот главная задача. Люди действительно очень ответственно отнеслись. Они все заранее записались, все по времени пришли. Даже сейчас нет метаотводов. Это удивительный факт. А пришли с семьями. Муж сдавал, вот семья Володиных. Муж сдавал семь раз, а сегодня привел жену, она первый раз сдавала. Семья Ванярха. Они впервые муж и жена пришли сдавать. Что вас подвигло в первый раз в муниципе? Ну, видимо, ситуация в стране. Граждане должны быть с армией. И чем могут, тем могут, и должны помогать. Нам сказали, что у вас целая семья. Да, вот сейчас жена у меня туда зашла. Тоже первый раз. Тоже первый раз? Вы первый раз? Да. Ну, решили вдвоем, да? Да. Как-то обсуждалось это дома? Ну, конечно, обсуждалось. Примерно в двух словах. Идем, и все. В наше непростое время кровь действительно нужна как никогда. Это подтверждают представители Красного Креста. Много людей приезжают в Москву. Единственный такой город, где проводятся высокотехнологичные операции, для проведения которых нужен запас крови. Это должна быть группа карантинизированной крови одной группы. То есть пять литров – это очень много. То есть это надо 10 доноров провести с собой. Ну, допустим, если это с Донецка или с Луганской, да, с ребеночком приехали с ранения. Евгения Морозова говорит, каждый донор сегодня на счету. И очень важно, чтобы были те, кто постоянно сдает кровь. К слову, доноры могут пользоваться различными льготами, в числе которых ежегодный отпуск в удобное время и первое очередное право на получение путевок для санаторного лечения. Известно, что активные доноры меньше страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и легче переносят кровопотерю при ДТП и других серьезных травмах. А по исследованиям Всемирной организации здравоохранения, доноры живут на пять лет дольше. Причина тому – активация системы кроветворения и регулярная стимуляция иммунитета. И все же не забота о себе самом заставляет людей сдавать кровь. Донор происходит от слова «дарить». Дарить здоровье и возможность жить. Ведь на сегодняшний день замены человеческой крови не существует. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Более 35 экипажей автолюбителей Москвы и области решили отметить весну победы автопробегом. Молодые люди возложили цветы к обелискам погибших воинов. В Расторгуевской части города участников акции встречала наш корреспондент Калина Житкова. Большое количество автомобилей, празднично настроенная молодежь, патриотическая музыка. Все смешалось на стоянке возле дворца спорта «Видное». Стартовая площадка автопробега легко вместила всех желающих принять участие в акции. Флаги побед в честь 9 мая. То есть у кого какие есть, используем все возможные, чтобы максимально привлечь внимание людей. И чтобы создать эту невероятную атмосферу вот этого праздника. Все машут нам рукой, все улыбаются, некоторые плачут, подходят. Пытаются к нам присоединиться, как бы, ну, в общем, всевозможными способами. То есть это людей, конечно, очень радует. Дождик и град автолюбителю не помеха, если у него есть благая цель. В путь к обелискому памяти погибших воинов отправились порядка 35 экипажей. Это 60 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Благодаря им, в принципе, мы и живем, и существуем, и работаем, и можем не бояться ничего, скажем так. Какие пожелания ветеранам в этот светлый праздник? Их очень мало осталось. Главное – здоровья, чтобы они продолжали нас радовать своим просто присутствием. Первой остановкой праздничной автоколонны стал мемориальный комплекс в Расторгоевской части города Видное. Возлагая цветы, ребята вспоминали своих – прабабушек и прадедушек. Прадеда, получается, два раза бежал из плена, у него медаль «Героя». Помним, любим, портрет стоит. Следующими пунктами маршрута стали село Ям и город Домодедово. Галина Житкова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Продолжаем рассказывать о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Сотрудники полиции Ленинского округа почтили память участников Великой Отечественной войны. 9 мая у мемориала «Героям боевых действий» прошел торжественный митинг в честь Дня Победы. В церемонии приняли участие руководители ОМВД, личный состав, ветераны полиции и их семьи. Наши ветераны, наши деды, прадеды все сделали для того, чтобы у нас было мирное небо над головой, светлое будущее, отстояв наше Отечество, нашу Родину. Мы сегодня одновременно и радуемся Великой Победе, но и одновременно грустим и чествуем тех, кого с нами нет. Те, кто не вернулись, выполняя свой долг, те, кто не дожили до сегодняшнего дня. Участники церемонии возложили цветы к памятнику. В завершении митинга сотрудники полиции почтили память героев минутой молчания. Сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по Ленинскому городскому округу и представители Общественного совета при ОМВД подвели итоги ежегодного конкурса рисунка «Полицейский дядя Степа». Традиционно конкурс посвящен Международному дню защиты детей. Проходит он в три этапа – окружной, региональный и федеральный. Участники у нас разные, и сотрудники полиции, также дети из детских садов. Поэтому кто хотел принять участие, те и принимали. Сегодня у нас семь работ. Дети молодцы все, мы очень рады. Буйство красок и техник, карандаш, акварель, пластилин. Члены жюри отмечают, с каждым годом уровень поделок растет. Любой ребенок – это и талант, и желание проявить себя. Достаточно сложно было выбрать, но лидеры, они, наверное, с первого взгляда так просматривались. В каждой из трех возрастных номинаций были выбраны работы победителей. Их направят на региональный этап конкурса, и кто знает, может местным ребятам повезет представлять Ленинский округ на федеральном уровне. Участников Великой Отечественной войны Винновской поликлиники принимают вне очереди. Для этой группы пациентов в медицинском учреждении работает специальный кабинет. Подробнее расскажем в нашем сюжете. 224-й кабинет находится на втором этаже Винновской поликлиники. Там принимают особо важных пациентов – ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, блокадников и тружеников тыла. И самое главное – без очереди и долгого ожидания. Обычно прием ведется так, мы обзваниваем их заранее, приглашаем в определенное число, которое им удобно в первую очередь. В этот день они приходят, им проводим полный осмотр. Это сдача анализов, это терапевтический осмотр. Если необходима консультация узких специалистов, то консультация узких специалистов. И все, после чего просматриваются готовые анализы, также я им обзваниваю, назначаем лечение и их осматриваем. Прием ведет участковый врач-терапевт Масана Агарагимова. Она рассказывает, что такой индивидуальный подход позволяет более точно установить причину ухудшения здоровья и продумать план лечения. Также госпитализация, санаторно-курортное лечение. Социальные работники ведут как раз-таки выписку льготных препаратов. Они приходят на дом, сами все оформляют, приходят в поликлинику и забирают. Также самим этим пациентам не нужно как раз-таки приходить в поликлинику и это делать самим. Все для этого и социальные работники, и мы в любое время, они могут также созвониться со мной, позвонить мне на личный номер, мы это все осуществляем. Видновчанин Михаил Терещенко отмечает, что ему приятно такое особое отношение врача к пациенту и благодарен за терпение и заботу. Идет навстречу больному, это очень важно. Понимаете, потому что не всегда одно только лекарство помогает. Вот взаимоотношение больного и врача, оно 50% плюс к лекарствам. Врачи держат на особом контроле состояние здоровья героев войны. Для удобства ветеранов углубленное обследование проводится на дому. Сбор анализов, это общий анализ крови, биохимический, общий анализ мочи, ИКГ мы берем, также все прочие анализы. Единственное, только рентгенограмму, флюорографию и МРТ мы, конечно же, проводим уже непосредственно в поликлинике. Стоит отметить, что в специальном кабинете для приема старшего поколения после осмотра терапевта можно получить и консультацию узких специалистов. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновской детской школе искусств прошел концерт ансамбля «Ну погоди» под руководством Николая Чермашенцева. В составе ансамбля ученицы Игоря Бутмана, Вероника Зейдель, саксофонисты Арсений Путь, Иван Семенов, вокалистка Дарья Черенкова, пианистка Алиса Рагулина, барабанщик Степан Семенов, которые в 2017 году одержали победу в телепроекте «Синяя птица». Со сцены прозвучали известные джазовые композиции и популярные песни, которые участники группы исполняют в своих авторских аранжировках, тем самым привлекая внимание детей к джазовой музыке. Своё название группа получила благодаря композиции «Водные лыжи» из мультфильма «Ну погоди». Ребята дают концерты в самых престижных джазовых клубах Москвы, участвуют во многих фестивалях наряду с известными музыкантами. Фестиваль военных песен «Эхо подвига» прошел в Лопатинской школе. Ученики с 1 по 10 класса исполнили композиции о войне. Специальными гостями мероприятия стали ветераны разных войн. На концерте побывала и наша съемочная группа. Песни военных и послевоенных лет, современные композиции о Великой Отечественной войне. Десятки хорошо знакомых каждому произведений прозвучали в Лопатинской школе. Организаторы рассказывают, у них не было цели устроить вокальный конкурс. Гораздо важнее, чтобы ребята прочувствовали и поняли, сколько страха и боли несет война. Ребятам важно помнить подвиг своих прадедов, своих дедов. Мы считаем, что это важное событие именно в каком-то патриотическом воспитании подрастающего поколения. Ребята постарше выбирали песни сами, а учащимся начальных классов помогали их педагоги. Каждую композицию объясняли и разбирали, чтобы номер получился душевным, а исполнение – искренним. Мы готовились больше неделю, и это было про войну, поэтому мы решили взять самую трогательную песню, чтобы все точно расплакались. Вспоминаю сразу все времена своих бабушек, дедушек, вообще очень понравилось, затронуло душу прям. Я хотела донести вообще всем людям, что надо верить и знать историю. Если не знаешь историю, то повторяешь те же ошибки, которые были в прошлом. На фестивале «Эхо подвига» ребята не просто пели и читали стихотворения, им посчастливилось лично пообщаться с ветеранами. О тяготах военных лет и мужестве советского солдата школьникам рассказал Борис Харитонович Канельский, участник штурма Берлина. Когда началась война, он был ровесником тех, кто находился в зале – 15-летним парнем. На фронт ушел, как только исполнилось 18. Мы должны отдать долг не только нашим войскам, не только нашим красноармейцам и офицерам, которые воевали на передовой, но и нашим тыловым работникам, которые трудились в тылу и ковали эту победу. И большинство из них были дети, 15-16-летние ребята и девчата стояли у станков. Борис Канельский подарил Лопатинской школе экземпляр своей книги, чтобы ребята могли подробнее узнать о событиях тех лет не по сухим страницам учебников, а из первых уст. Завершился фестиваль самой популярной песни времен Великой Отечественной войны. Олеся Попова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!